Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Войдут в состав мобильных групп на мехдворах, а также будут чинить вышедшую из строя технику. Очередной день, очередной антирекорд. На этот раз по количеству занятых в экономике граждан. Судя по цифрам Белстата, в Беларуси еще никогда не было так мало рабочих. В июне в стране трудились всего 4 миллиона 207 тысяч человек. Еще в мае их было почти на 6 тысяч больше. Ну а по сравнению с началом года работников стало меньше на 35 тысяч. Таким образом, наша страна побила два рекорда. Как по сокращению численности занятых в абсолютном и процентном выражении, так и по количеству оставшейся в экономике. В 2010 году в Беларуси число занятых превысило 4 миллиона 600 тысяч человек. Таким образом, за 12 лет в стране стало на 400 тысяч меньше работников. Ситуацию частично выправило повышение пенсионного возраста. Это коснулось сотен тысяч граждан. И без этой реформы пенсионеров по возрасту было бы больше. А занятого в экономике населения, соответственно, было бы меньше. Поздравляем режим с очередной победой. На сайтах школ появилась информация о стоимости учебников на предстоящий учебный год. По сравнению с предыдущим, их цена выросла. И теперь с 1 по 11 класса за комплект книг придется заплатить 16 рублей. Школьникам из многодетных семей за пользование пособиями нужно будет заплатить в два раза меньше – 8 рублей. Мальчикам и девочкам из социально незащищенных семей книги выдадут бесплатно. Таким образом, для отправки ребенка в школу родителям предстоит выложить от 166 до 766 рублей. Это еще без учета покупки канцелярских принадлежностей. При минимальной заработной плате в 457 рублей в месяц такие суммы многим могут быть не по карману. Видимо, именно поэтому белорусские банки так активно предлагают кредиты к школе. Интересно, что вы думаете по поводу стоимости школьного образования и подъемная ли это для вас цена? Оставляйте свои комментарии под этим выпуском. Печальные новости пришли из Грузии. Там не стало сразу двух белорусов. Накануне в Тбилиси умер Николай Толстик, который несколько месяцев лежал в коме. 32-летний минчанин переехал из Беларуси в прошлом году. Он работал в компании Вайзор Геймс, а в свободное время играл на трубе и ездил с концертами по всей Европе. При невыясненных обстоятельствах Николай упал, сильно ударился головой. Почти 4 месяца находился в коме. На его лечение собирали деньги, но спасти его не удалось. Сейчас родственники и друзья собирают деньги на доставку тела Толстика в Беларуси, похороны на родине. Ну а сегодня стало известно, что в Батуми нашли Андрея Корсака. В субботу его унесло течение, после чего спасатели неравнодушные начали прочесывать береговую линию. К сожалению, он не выжил. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших. Служба госбезопасности Латвии требует возбудить уголовное дело в отношении задержанного в феврале белоруса. В ходе расследования выяснилось, что мужчина по поручению белорусской военной разведки тайно фотографировал и снимал объекты системы обороны Латвии. Критическая инфраструктура, электроснабжение, а также важные объекты гражданской инфраструктуры. Таким образом, белорусу удалось получить информацию о как минимум 17 объектах государственной важности. В Латвии верены, что данная информация важна не только для Беларуси, но и для России, которая угрожает конфликтам с НАТО, в том числе с Латвией. Таким образом, информация, полученная лицом незаконным путем и переданная службе военной разведки Беларуси, потенциально может нанести существенный ущерб обеспечению основных функций латвийского государства и обороноспособности в условиях военного конфликта. В ходе следствия также выяснилось, что задержанный для тайного сотрудничества был завербован и прошел обучение на территории Беларуси. Сейчас он находится под стражей. На тракторный завод будут привлекать туристов. Убыточные предприятия закрывать пока не будут, но ряд корпусов отремонтируют и построят новое. Также в планах паркинги, офисы и здания общественного назначения. Архитектурная доминанта, новая линия метро и скоростной трамвай. Об этом стало известно из проекта Мингорисполкома о планировании промзоны МТЗ. Стоит отметить, что в ряде заводских зданий уже работают различные бизнесы от шиномонтажа до бассейна. По новому плану сносить много не будут, разве что металлические гаражи, два производственных и одно административное здание. Попытаются сохранить также ансамбль застройки и озеленение по Долгобродской. Часть производства могут вынести на другие площадки. Предлагается соорудить 25-этажную архитектурную доминанту на пересечении Радиалли и Ваупшесова. До 2021 года собираются соорудить несколько новых производственных корпусов и отремонтировать старые. Кроме всего прочего, в этой зоне обещают возвести несколько зданий, паркингов, стоянок и подземных гаражей. А вот откуда возьмутся деньги на реализацию такого грандиозного плана, в Мингорисполкоме не уточнили. Друзья, после просмотра новостей в 20.00 на нашем втором канале предлагаю вам принять участие в нашем еженедельном прямом эфире «Маланка Квиз-шоу». Евгений Целенков и Андрей Марков проведут для вас интерактивную игру с интересными вопросами о событиях прошлого и настоящего Беларуси и за ее пределами. Вас ждут занимательные факты, шутки, приятная компания и, конечно же, призы. Не пропустите. Я же прощаюсь с вами. До завтра. Живей Беларуси и слава Украине!